Доброго времени суток. В этом видео уроке мы поговорим о том, как определять тренд при торговле методами Price Action. Прежде всего, что такое тренд? Тренд это общее направление движения рынка. Ни один рынок не движется строго по прямой. Всегда есть периоды откатов и консолидаций. Поэтому нам нужно выявить именно общую тенденцию, какая она восходящая, нисходящая и торговать в соответствии с нею, так как открытие сделки именно в направлении тренда помогает нам увеличить наши шансы на успех. Именно поэтому я всегда советую входить по сетапам Price Action именно по тренду, именно в направлении тренда. Конечно же, сетапы против тренда тоже частенько отрабатывают, но если вы их исключите из своего арсенала и будете использовать только входы по тренду, то в целом процент прибыльных сделок у вас увеличится. Существуют сотни способов определения текущего тренда с помощью множества индикаторов, с помощью выявления различных волн, применения теорий Ганна, Вульфа и так далее. Существует огромнейшее, просто таки неисчислимое количество способов того, как определить текущую тенденцию. Но при торговле по Price Action мы ориентируемся именно на поведение цены. Мы не смотрим ни на какие индикаторы, мы смотрим именно на то, что происходит с ценой. И так же, как при выявлении сетапа в Price Action мы не смотрим ни на что, кроме цены и уровней, которые эта цена создает, то и при определении тренда мы не будем пользоваться никакими индикаторами. Мы будем смотреть только на поведение цены. И текущую тенденцию мы будем определять, опять же, исходя из поведения цены, на основе самого, что ни на есть классического, определения трендов. Что такое восходящий тренд? Восходящий тренд это серия повышающихся пиков и впадин. То есть, у нас при восходящем тренде каждый последующий максимум выше предыдущего максимума. И каждый последующий минимум также выше предыдущего минимума. Вот это четко видно на рисунке. Где минимумы обведены красными прямоугольничками, а максимумы зелененькими. Как определить, что восходящий тренд, возможно, сменяется на нисходящий, на медвежий тренд? Возможную смену тренда на медвежий, на нисходящий, мы начинаем рассматривать после того, как был пробит предыдущий минимум. Ну вот на рисунке у нас справа новый минимум оказался ниже предыдущего минимума. И, соответственно, определение восходящего тренда, как серии повышающихся пиков и впадин, нарушено. И мы можем начинать рассматривать после вот этого минимума нового сетапы на продажу. Аналогичная ситуация с нисходящим трендом. Нисходящий тренд характеризуется серией понижающихся пиков и впадин. То есть каждый последующий минимум ниже предыдущего минимума. И, соответственно, каждый последующий максимум ниже предыдущего максимума. Это, опять же, видно хорошо на рисунке. О развороте нисходящего тренда можно говорить, когда рынок пробил предыдущий максимум. То есть когда, опять же, нарушается определение нисходящего тренда. Вот у нас были понижающиеся максимумы. И как только последний максимум был пробит, сформировался новый максимум, мы можем судить о том, что мы наблюдаем смену тренда и стоит искать возможные точки входа на покупку. Вот именно такими простыми правилами определения тренда и смены тренда мы и руководствуемся при торговле по просекшн. То есть мы не придумываем ничего сложного, мы просто следим за ценой. Если вы наблюдаете смену тренда, то не обязательно дожидаться формирования именно четкого нового максимума или минимума, который обозначает смену тренда. Можно уже после того, как цена пробила уровень предыдущего максимума, ну если это нисходящий тренд, начинать рассматривать покупки. То есть уже где-то вот здесь, после того, как цена пробила предыдущий максимум. И наоборот, для смены восходящего тренда. Когда был пробит предыдущий минимум, можно сразу уже начинать искать сетапы на продажу. Все эти минимумы и максимумы могут показаться сложными, на первый взгляд их определение. Может показаться, что в них легко запутаться, но будет намного проще, если вы будете отмечать их прямо на графике. В торговом терминале есть такой инструмент, как рисование фигур, вставка, фигуры, прямоугольник. И вот такими прямоугольничками можно выделять минимумы и максимумы прямо на графике. То есть, что я хочу вам сказать, не будете рисовать на графике. Это может показаться, на первый взгляд, лишним, но на самом деле это очень и очень помогает, особенно на первых порах. У новичков бывают некоторые проблемы с определением минимумов, максимумов. Так вот, если вы сомневаетесь, допустим, можно начать рассматривать какую-то вот эту свечу как максимум. Никакой это не максимум. Но некоторые начинают что-то придумывать, выискивать максимумы и минимумы там, где их просто нет. Так вот, если вы сомневаетесь, минимум это или максимум, то есть выделяется ли эта точка на графике и имеет ли она какое-то значение, то просто забудьте про нее, не обращайте на нее внимания. Минимумы и максимумы должны быть четко и ясно видны. Потому что это не какая-то математическая формула, это точки, на которые обращают другие участники рынка свое внимание и учитывают их при открытии своих позиций. И, соответственно, мы тоже должны обращать на них внимание. Если вы не можете четко сказать, выделяется эта точка на графике, минимум или максимум или нет, то лучше ее просто откинуть в сторону и не обращать на нее внимания. То есть минимумы и максимумы должны четко и хорошо выделяться. Как я уже говорил, при нисходящем тренде мы можем говорить о том, что происходит смена тенденции после того, как был пробит предыдущий максимум. То есть вот у нас нисходящий тренд, каждая последующая вершина, каждый последующий максимум ниже предыдущего и минимум, соответственно, тоже. Но после того, как появляется новый максимум и при этом он выше предыдущего максимума, уровень предыдущего максимума был пробит. Вот у нас был последний максимум, дальше новый минимум и дальше цена пробивает уровень предыдущего максимума. И все, вот после вот этой вот свечи хвостатой мы можем говорить о том, что возможно сейчас будет смена тренда. И после этой свечи мы уже начинаем рассматривать сетапы на покупку, продажи. Если они у нас есть, стараемся закрыть, в новые продажи не входим. И вот через какое-то время у нас появляется пин-бар на уровне. Вот он, этот уровень. Ранее цена от него отскакивала, мы видим. И тут мы вполне могли войти в покупки. Но суть в чем? Суть в том, что мы определили смену тренда и прекратили рассматривать возможные продажи. Начали рассматривать возможности для покупок. Еще один момент. Если вы не уверены, какой сейчас тренд, произошла смена тренда, или происходит какая-то свистопляска, флетовое движение, горизонтальное движение рынка, то просто не лезьте. Если не знаете, какой тренд, не уверены, то лучше ничего не открывать, никаких позиций не выставлять и просто стоять в сторонке. А ждать, когда сформируется уже более четкая ситуация. Еще один момент, который я хотел вам сообщить в этом уроке. Наилучшие точки для входа это откаты. То есть тогда, когда мы определили, во-первых, тренд, да, определили, что, ну вот, допустим, здесь сменился тренд на восходящий. И наилучшими точками для входа будут периоды откатов и консолидаций. То есть не когда цена вот уже выросла, и мы здесь какую-то фигуру увидели и вошли. Да, конечно же, после этого бывает иногда рост, но лучше всего и безопаснее входить именно в периоды консолидации, когда цена движется горизонтально, либо на откатах, когда цена движется против основного движения. Открывая позиции на откатах и в периоды консолидации, мы увеличиваем свои шансы на успех, увеличиваем свой процент прибыльных сделок. Поэтому не забывайте об этом. Как я уже сказал, если вы не знаете какой тренд, не понимаете, что происходит, стоите в сторонке. Если видите какой-то сетап price action, ну, допустим, вот здесь внутренний бар, но уже цена довольно-таки сильно прошла по тренду, то лучше такой сетап пропустить. Хоть тут он и сидел на уровне, все было по правилам, но цена до этого довольно-таки долго шла в тренде, и такой сетап лучше пропустить. Конечно же, они часто отрабатывают такие сетапы, но, как я уже сказал, более безопасным будет входить именно в периоды консолидации и в периоды откатов. Ну что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Видео записано специально для сайта tradelikepro.ru Заходите к нам, у нас очень-очень много интересного.